Всем привет! Меня зовут Барбара. Если коротко, то просто Барби. Да, это мое настоящее имя. Что ж, начну с того, что я решила не устраивать никаких видеознакомств, поскольку... Вы знаете, как меня зовут, о чем этот канал, я сейчас расскажу подробнее. И я думаю, что будет гораздо интереснее, если с каждым видео вы будете узнавать, что у меня что-то новое. А не все вот так вот, сразу включу в одном видео, я вам расскажу, а потом будет как-то не увлекательно. Для чего нужен этот YouTube-канал? Поподробнее, сейчас разберемся. В моей жизни началась новая глава. Вот уже месяц я как живу в другой стране. И живя здесь, я столкнулась с рядом каких-то определенных проблем, познакомилась с новыми ситуациями, на которых у меня раньше никогда не случалось. И в какой-то момент мне пришла мысль о том, что... Блин, в интернете не пишут, как решать эту проблему, и никто из моего окружения не знает. А почему бы, вот я сейчас научилась, как правильно принимать решения в этой ситуации, почему бы не рассказать об этом, создать свой YouTube-канал и не рассказать об этом на YouTube-канале? Это будет, мне кажется, полезно, если вы приезжаете в другую страну, там, хотите, планируете, уже сидите в самолете, покупаете билет на поезд, на самолет, я не знаю, на пароход, куда угодно. Если вы приезжаете в другую страну, я думаю, что вам будет полезно и... интересно узнать, что вас ждет, что может случиться. Я думаю, что это будет увлекательно в целом для всех, просто еще это будет приносить какую-то пользу для людей, которые, допустим, как я, переехали в новую страну учиться, жить, работать. У меня за окном просто летает страшная пчела, и это шмель, и она огромная, и мне страшно стало. Я немножко отвлеклась. Так вот, я уже как месяц, как я уже сказала ранее, переехала в другую страну, и сейчас я живу в Арабских Эмиратах, в Дубае, поскольку я здесь учусь в университете Хэриот Вод Университи, в кампусе в Дубае, и я решила, что я буду большую, конечно, часть своих видео посвящать учебе именно в Хэриот Водте, но я думаю, что также у меня на канале будет видео просто обобщенное учебу за границей, жизнь за границей и так далее. В Хэриот Вод Университи я учусь на программе Degree Energy Program in Design Studies, проще говоря, это Foundation. Почему дизайн? Все просто. Я сама по себе творческий человек, креативный, мне нравится создавать что-то новое в плане макияжа, одежды. Также мне нравится бушевать, рисовать, лепить, в общем, творить. Это вот мое, и я решила, что раз я люблю это делать, раз у меня получается, то почему бы не поступить на путь дизайна и не попала у себя в этой сфере? Почему именно Хэриот Вод Университи? На самом деле, про поступление за границу я задумалась в начале 11 класса, а выбирать университет я начала где-то в середине 11, потому что я очень долго определялась в будущей профессии, я проходила вот эти профориентационные тесты, которые мне присылали кураторы, которые помогали выбрать вуз. Проходя эти тестики, я получала совершенно разные результаты, менеджмент, маркетинг, дизайн, еще что-то, то есть они вообще показывали разные, видимо, это зависело от настроения, я не знаю. Но определилась с тем, что я хочу быть дизайнером только зимой. Собственно, зимой я и начала смотреть различные сайты разных университетов, читать их программы, читать, какие у них есть направления, ответвления дизайна. И я точно смотрела сайт Heritage University, потом Middle Sex University, Абудабе University и University of Long Beach. Мне нужен был вуз именно в Арабских Эмиратах, поскольку мне нравится эта страна, но еще был ряд личных причин, по которым мне нужны были именно Арабские Эмираты. И эти университеты, их корпуса как раз-таки находятся в Дубае, ну или по-куда. И я смотрела по всем критериям, которые только возможны, какие есть виды дизайна, программы обучения, какие вступительные экзамены, это тоже очень важно. Как выглядит университет внутри, для меня это тоже основной критерий, я не могу учиться в университете, который разваливается. Поэтому я смотрела еще как-нибудь все, дизайн, интерьер, там, вот это все выглядит, в общем, для меня это важно. И я решила, что да, хорошее университет мне подходит. К тому же я знала, ну не знала, я читала отзывы некоторых людей, настоящих, которые там учатся, неподдельные, ни в коем случае. И они так тепло о нем отзывали, что я подумала, блин, ну, людям, видимо, нравится, почему бы нет. Со всеми документами для поступления в ВУЗ мне помогали в специальном агентстве, то есть мои родители нанимали куратора, которая звонила, писала в ВУЗу и мне, то есть она была таким человеком, который соединял меня в ВУЗ, связывалась она с ними, запрашивала у них какие нужные документы для поступления, потом передавала это мне, я собирала документы там вместе с родителями, мы это все отправляли ей, она это нотариально заверяла, переводила, оформляла как нужно, чтобы все было правильно, с первого раза, чтобы ВУЗ все принял и отправляла уже в университет. По поводу документов и подачи заявки в ВУЗ, предварительно я отправляла справку о текущих оценках за 10 и за 11 класс и специально бегала в администрацию, вылавливала учителей, чтобы они дали мне эту справочку, потом паспортные данные, сведения об уровне языка, ну, то есть вы сдаете какой-то экзамен, либо TOEFL, либо IELTS, у Harriot Wood University был еще внутренний экзамен, я сдавала его, потом, если есть какие-то достижения или дипломы, вы тоже это все должны прикрепить, а после этого я еще сдавала отдельно, ну, отправила все документы и по окончании 11 класса я еще отправляла дополнительно аттестат за 11 класс. Насчет оплаты обучения, тут тоже, опять же, занимались этим мои родители, и я знаю только то, что можно оплатить сразу, либо можно оплатить частями, там либо 3, либо 4 части, но они неравнозначны, первый раз вы оплатите в июне, потом в августе, потом в октябре, потом в декабре, а дальше уже идет оплата следующего года, либо вы можете сразу оплатить. Еще очень важный момент, я уже говорила про это, но я повторюсь, есть специальное агентство, где вам помогает куратор, то есть вы можете там посмотреть по рейтингам, поискать в интернете, у друзей вас спрашивают, посмотреть, почитать отзывы, цены, определить для себя пакет услуг, который вам нужен, и выбрать куратора, который будет помогать вам с организацией и подачей заявки в ВУЗ. Как проходило мое зачисление в Хайрю 2? После того, как я в середине 11 класса подала все документы, кроме результата за английский, за тест по английскому языку на определение уровня, и я еще не дозавала отзыва за 11 класс, ну поскольку в середине обучения я еще не закончила. После того, как я это сдала, мне сказали, да, молодец, мы в целом готовы вас принять, но, пожалуйста, пришлите результат за английский и за оценки на 11 класс. После этого в начале апреля я сдаю экзамен, внутренний экзамен от Хайрю 2 по английскому на определение уровня, он показывает мне там, например, B2 и так далее. Это важное условие, да, в ВУЗ за границей поступает с результатом B2+. После этого я получаю статус 11 класс, все это благополучно отправляю в университет, они мне говорят, вы, уличка, супер, приезжайте, мы ждем. И в августе они организовывали два онлайн-вебинара, где как раз отвечали на наши вопросы, у кого какие возникли трудности, проблемы и так далее, они все это помогали решить. Рассказывалось о том, как будет проходить обучение, когда мы начинаем, какие у нас будут вне классные кружки, мероприятия, там, искать, на первой неделе и так далее. Потом рассказывалось о проживании, о визах, о студенте, и отвечали на разные вопросы, то есть там проговаривали абсолютно все, вплоть до приложений, какие нужно скачать, чтобы следить за своей успеваемостью. У Harriotwood University есть свое отдельное приложение, но мы им редко пользуемся. И есть еще приложение Canvas for Students, это что-то типа нашего электронного дневника, ну, то есть мы там следим за оценком, за успеваемостью, какие у нас задания, какие есть тесты, контрольные, расписание, ну, то есть обычные электронные дневники. По поводу визы, и Emirates ID, и медицинской страховки, ну, и Students ID, все туда же. Всем этим занимается университет, то есть они могут спросить у вас какой-то пакет документов, опять же, вы им это отправляете, и они уже занимаются самостоятельно, без вас, организовывают вам медицинские осмотры, прохождение пиаминфрии. Students ID мне выдали сразу же, как только я пришла в ВУЗ, я пошла, ну, грубо говоря, в администрацию, где мне выдали мой Students ID, мой пропуск, и Emirates ID тоже снимается в ВУЗ. И все потом вам отдается, отправляется, высылается онлайн, офлайн, как хотите, как вам удобно. Что ж, я думаю, что уже пора заканчивать, поскольку я не знаю, на сколько минут выйдет это видео, но не хочется его делать 40-минутным о том, как я размышляю, как поступить в университет и отдалее. Все-таки хочется сделать его таким приятным, атмосферным, милым, добрым и так далее. Я буду выпускать видео, наверное, каждую неделю. Думаю, что следующее видео будет о том, как как раз таки учиться в университете, ну, в моем случае это период от университи. Расскажу вам про первую неделю, про обучение, про расписание предметов, заданий, уроков, про приложения, как это работает. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео и понравится все следующее. Мы с вами подружимся. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду рада вас видеть снова на моем канале. До новых встреч!